Омский водитель маршрутного такси установил в салоне экран, на котором видна запись видеорегистратора. Так он решил заботиться о пассажирах. Из-за замерзших окон они не видели дорогу и часто пропускали свои остановки. С какими проблемами сталкиваются зимой сибиряки и какими хитростями пользуются, чтобы комфортно пережить морозы, расскажут мои коллеги. Вот одна из самых распространенных проблем зимой. Окна маршрутков покрываются льдом, и пассажиры не видят, где они едут. Но водитель вот этого микроавтобуса нашел решение. Видео с регистратора транслируется на телевизор в салоне. Виталий Вернигоров начал работать на 222 маршруте 4 года назад. Тогда и купил телевизор в салон. Сначала хотел, чтобы пассажиры смотрели фильмы, но потом нашел другое применение, актуальное зимой. Стекла заморожены, потому что с печки идет тепло, а там холодно. Стекло все равно так и так они замерзнут. И просто едешь и ничего не видишь. Люди как бы наклонялись, им было неудобно, решил поставить. Благодаря нехитрому решению, амичи уже не пропускают свои остановки. А тот, кто впервые наблюдает такую трансляцию, просто в восторге. Это что, на каждом маршруте будут устраивать эксперимент? Нет, это эксперимент. Вот только вот этот водитель установил такой экран, так что ты ему спаси. А-а-а. Большое вам спасибо. Амичи же предложили нехитрый способ защиты от суровых сибирских морозов. Стельки с подогревом. Их можно сделать самостоятельно. Надо только немного разбираться в электронике. Вариант первый – проложить по стельке нехромовую проволоку, сгодиться от старого фена. И подключить батарейки. Вторым вариантом пользуются томские сотрудники госавтоинспекции. Берут термостельки и подключают мощный аккумулятор. Идеально для минус 30. А если мерзнут руки, изобретатели предлагают класть в перчатки солевые батарейки, завернутые в фольгу. Надо полежать минут 5, и она начнет нагреваться. Это безопасно? Ну, смотря какие батарейки. Лучше использовать солевые, самые безопасные. Аккумуляторы не рекомендуются. А то, вы здесь с телефонами штуки какие-то, как горят. Вот они горят от короткого замыкания. А солевые батарейки безопасны. Ток идет около ампера. Проработать там может от полчаса до двух часов. Ну, а если утеплиться как следует, можно сходить и в ледяной бар. Он появился в Новосибирске. Даниил Фарафонов за ледяной стойкой работает по два часа. Потом греется в помещении, но без алкоголя. На работе нет, мы не пьем. Чаще всего тут играет у нас музыка. И только лишь танцевать. Только так. То есть два часа танцевать на улице, в принципе, вполне возможно не заморзнет. Да, вполне. А вот посетители предпочитают именно горячительное. В основном фирменные наливки и настойки. Напитки всегда прохладные, а лед в стаканах не тает. Работает бар только по выходным. И если погода позволяет, употреблять ледяной алкоголь в минус 30 решится не каждый. Юлия Боброва, Антон Щетинин, Светлана Шуваева, Денис Солдаткин. Новости здесь, Омск.